Здарова, стратегические жевжики! Алексей Халецкий у вас на экране, а значит, что канал Лёша Играет продолжает показывать прохождение Seedmare Civilization 6 на последнем уровне сложности за Индию и Ядерного Ганди. С челленджами, с всякими ограничениями, но обо всём этом лучше посмотрите в первой серии, ссылка в описании в прикреплённом комментарии, тем более, я думаю, вы случайно наткнулись на это видео. В первой серии всё это более подробно рассказано и объяснено. Так, продолжаем нашу партию. 91-й ход, мы вышли в промышленную эру, в Золотом веке только Австралия и Вавилон, но и я, правда. Видите, тёмный век для Египта, может опять там какой-нибудь город будет отваливаться. Что возьмём, вопрос. К оружию, пульс паровой машины, но у нас нету компусов, торгов, невозможно международный торговый, но у нас нету международных торговых путей. Блин, вот тут такой вопрос. Ну, я не могу торговать, значит, раз, два, три, вот раз, два, три, четыре, пять. К этим я не могу караван, но я могу в Австралию, это может начать реально в Австралию, в Австралию караваны посылать. Мне для этого надо города его открыть, соответственно, надо бы миссионеров туда отправить. Да, ну то есть это по челленджу, я не могу раз, два, три, четыре, пять с этим вообще торговать никак, караваны посылать. С первыми десятью я не могу ни дружбу, ни союз заключать, только осуждать их должен, а уже потом. Но вот в эти, получается, четыре я могу, то есть в Австралию тут ближайший, Вавилон далековато. Ну, а я его даже не вижу. Турция просто далеко, а вот Кынку можно бы через, не знаю, по-моему, Кынку просто не будет добивать, так что я могу только в Австралию посылать. Давайте глянем, какие у нас тут доступные. Ну, в Австралию можно выбрать. Что-то маловато дает, пока. Ну, блин, кампуса только две штуки. Вот у меня один кампус на плюс шесть, да, будет шесть, вообще шесть производства будет давать. Блин, наверное, надо все-таки на кампусы брать. Вообще он пока один, я даже не знаю, когда я буду следующий строить. Черт. Так, ну в Мумбаи нам в любом случае акведук. Надо. Блин, сложный вопрос. Хорошо, караваны у меня еще бегают там какое-то время. У меня их только четыре, они еще довольно... Ладно, наверное, все-таки на кампуса беру. Хотя и то, и другое мало мне дает бонусов. Это что он строит? Пригород. Напоминаю, тут на мечеть оставляю пока веру. А, уже могу купить. Отлично, тогда покупаю. Еще напоминаю, у Ганди плюс два к заряду этих миссионеров дополнительных. Так, обращаю. Ну, сейчас не дали, потому что он уже был обращен. Просто сейчас меньше. Так, давайте что, давайте-ка мы в сторону Австралии тогда пойдем этими миссионерами. Не, потому что тут тяжеловато будет обращать. В Австралии и территорию откроем, и хоть немного ислам почистим. Зачистка ислама будет произведена. Так. Дальше, наверное, хочу Сеул обращать. О, Грузия есть. Так, это десятое, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, с этим надо осуждать. Восемь, да, девять, десять. Все, с остальными, вот этих всех я должен осуждать. Но с остальными я имею право вести себя как угодно. Что-нибудь торговать есть? Есть. Шелк на цитрусовые, зашибись. Так, обычно нам где-то за четырнадцать. Что-то побольше потребовалось. Блин, и Грузия так неплохо развита. Вообще-то впервые хочу, чтобы Грузия так хорошо выглядела. О, Венеция хочет создать гавань, что мы исполним, между прочим. Вообще, пока без науки, чисто в веру коня. Ну, у нас производства очень мало, поэтому у нас очень медленно. Так, какую-то еще ГГшку. в Кахоке все-таки, черт. Фига себе, он откуда-то прискакал. Ну, ладно. Там один заряд оставался. Хотя, конечно, жалко. Можно было бы и... Так, сто проц... Давайте я на пятьдесят меньше генерирую. И торговые пути... Ну, давайте к Австралии выберу. Но я не думаю, что это пройдет. И я не думаю, что мне стоит вкладываться что в одно, что в другое. Хотя, я думаю, сейчас тут против меня проголосуют, потому что я слишком многих осуждаю. Да. На сто процентов больше, видите? Ну, и тут за Вавилон проголосовали. Так, тут сейчас Кахоке попрет на меня. Надо хоть... Давайте, наверное, рыцаря сюда перебросим. Арбалет один и одного слоника. Дипломатический квартал. Давайте наращал от консульства, потом мастерскую. Видите, правильно, что в Кахоке я не отправлял. Послов по берегу, если у меня Фес будет перекупать. Нам Фес нужен. Он нам кучу науки будет давать. Еще раз повторю. Конюшня оружейная. Там оружейное что-то ускоряет. Да, порох. Ну, видимо, в индустриализацию или банковское дело откроем. Давайте банковское дело один ход буквально. Вообще, давайте книгопечатание, потому что это повышает потом банковское дело, а потом уже индустриализацию. Мастерские мы сможем две поставить? Это я никак не ускорю, а это повысит дипломатическую видимость и силу может против Египта повысить. Так, выполнили задание Венеции, я надеюсь. Ой, Лян, здесь уже можно расти. Да, выполнили задание Венеции, но я там не смогу быть ее союзником, очевидно. Так, у меня тут есть два миссионера для открытия австралийских городов. Давайте здесь будем покупать миссионеров для отправки для отправки в Корею. Так, строительную инженерию ускорили. Может, в Канди все-таки заглянем по пути, обратим Канди, а потом уже дальше. Вот тут надо высадиться. Блин, мне надо две мастерские. мне надо, наверное, сутки сначала мастерскую... Ой, блин. А нафига Австралия и здесь так? Слушайте, надо вот от этих... А это разве австралийская вера, протестантизм? Да, австралийская. Еще катастрофическое наводнение. Ну, это, конечно, жопа у меня здесь происходит. А я здесь, кстати, производство не поставил. Или поставил. По-моему, не поставил. Так, а что это тут за налеты начались? Ну, то военную науку мне продвинул Египет. Так, мне нужны две мастерских. Давайте все-таки здесь мастерскую сначала. Тут вообще, видите, нету религии практически. Вот тут только что-то начинается. Я так понимаю, что православие это грузинское, да? 60? 60 городов. Тут... Теперь понятно, почему. Хотя, все равно непонятно. Они не имеют ничего за... Каждое священное... Не, они... Если что-нибудь там давало за количество городов, ну, вообще, 60 городов? Это вообще сколько стран? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь стран из 15... Уже половина территории в православии. Охренеть. Ислам 20 и 14. То есть, вот у нас три религии, по-хорошему. Да, мне точно надо на Корее именно сосредотачиваться, потому что это как раз против... А вот где у нас, наверное, этот Вавилон, нет, это Рим. Это как раз против Грузии будет получаться, против этой религии. Так что, я думаю, надо возвращаться. Просто миссионерах всех туда направлять. Конечно, ужас какой-то. 60 городов. Я такого не видел, честно говоря. Никогда. Так, еще кого-то поймали. Уже ж ловили при попытке нейтрализовать губернатора. Еще одного он отправил. У меня уже, по идее, должно быть два шпиона египетских. Ага, Урби и Азиза. у Египта вообще не должно быть шпионов сейчас, по-моему. Кстати, а почему у меня нет шпионов? Мне надо книгопечатания открыть, нет? Нет. А где шпионы открываются? Видимо, здесь, в дипломатической службе. Я думаю, надо все-таки дипломатическую службу без ускорения. очень вряд ли я тут смогу союз с кем-то заключить в ближайшее время. Мне кого-то встретить надо, очевидно, они с этой стороны оставшиеся, кого они встретят. Мне кажется, вот тут как-то конец континента, скорее всего. Аравия, новый город там основывал. Они все города основывают, у меня только семь городов, но мне, очевидно, надо Египет. О, кстати, отваливается Апу. Но сильно ли? Минус 6,3. Нет, не сильно. Прямо скажем, не сильно. О, опять ска-хоккей-мир. Тут дорогу Кореи, наверное, как-то провести. так тут есть дорога. Вот, Египет поставил тут город. Закупаемся миссионерами по полной. Так, этого надо будет вылечить. Пока встану. Он, правда, может меня требушетом обстреливать, но требушет это такое-такая фигня. Корея с кем-нибудь воюет. Мне бы еще было бы круто, если бы Корея с Римом начала воевать. Что, 240 науки. И Мапучи бы еще с кем-нибудь начал воевать. 1596 силы у Мапучи. Главное, чтобы не со мной. Я просто боюсь, что он может Кахоке захватывать, и тогда у него будет блин. Еще рабочие нужны. Кахоке с кем-нибудь любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жеужиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Блин, еще шикарные такие чеченицы стоят. Да, тут повезло Грузии, что она без соперников по религии. Вообще, никто не стремился, видимо. Ну, и Австралия со своей религией, кстати, меня устраивает. Видите, минус пошел к исламу здесь. Так, индустриализация, две мастерские, три и два хода. Окей. Просто тут постою. Не знаю, давайте арбалет, наверное, сюда размещу куда-нибудь. тут удобнее плыть, будет скорее. Те города я уже обратил. Тут удобнее будет так проплыть, вот здесь высаживаться и идти. там, Теджон обратить, Кенджу и вот сюда дальше. Я не буду, наверное, в каравеллы и хапать, потому что мы в внутреннем море, а две каравеллы это чисто для ускорения торговой республики. я торговую республику не буду брать. Возможно, мне потом понадобится, не знаю, даже морские юниты не уверен. Тут сейчас найду варваров, которые были, добью их, там две по-моему галерки было. Так, оружейная, давайте строителя. Вообще, могу военного инженера еще сделать. Давайте, наверное, военного инженера. в Хайдер-Абате рынок в рост. Наверное, надо священное место. Караван я сейчас куплю за деньги просто. мне надо эту ромашку добить. Так, Рейна тоже на рост. Давайте переключим. Какие у нас караваны куда бегут? доступные пути. Ну, блин, я так и не смог города, кстати, я не могу города Австралия открыть, получается. Так, осудить должен этого и Мапуча. Уделяю, что Мапуча ни с кем не воюет при такой-то силе. Но я затормозил Египет, видите, то есть у Египта проблемы именно благодаря мне. И, вообще-то, это отвал, отваливание мне очень нравится. Так, мне бы, наверное, как-то в современном, апнуть мои юнит. То есть, мне нужна кераса вот сюда в баллистику как раз две. Так, я открою индустриализацию пока. Потом просто порох, литье и баллистика. И мне, правда, катапульты еще нужны. В общем, баллистика, видите, тут и слоны апаются, и пушка апается. Так, мне, наверное, надо на деньги в города-государства. из Бангалора в Венецию. Да, логично, кстати. А торговый путь никто не хочет? Канди хочет торговый путь. Еще и Канди. Ну, сначала в Венецию, вообще в Канди тоже имеет смысл. Сколько стоит? 175. Покупаем. Следовать по стопам Хамурапи самое разумное решение. то есть, типа, что он лидер по... Ну, у него, конечно, должно быть, он вообще... Помню, было в два раза. 51 теха против 25. Сейчас посмотрим, как сейчас. Но у него еще и науки дофига. Я не знаю, догоним ли мы вообще. Посмотрите, как они почти ровненько идут с мопучей. 227, 127, 222, 127. И маленькие будут отходить themselves. И большие будут не делать ничего. позволяет создавать шпионов. Так, ну, я бы, наверное, поставил как раз на шпионов вот эту карточку. Уберем. Я в военном лагере уже все построил, а гавань там маяк буквально чуть-чуть осталось. Городу союзника или вассальному плюс кстати. Давайте я это тоже поставлю. Это мне для канди, например, нормально. Может, тогда в канди сначала отправить вот это добавить. в канди. сюда пойду чтобы вылечиться. О! Конечно вносим предложение чтобы мне помогли с гуманитарочкой. в этот раз у меня хотя бы дипломатические очки имеются. Блин, слушайте, а может мне не стоило вносить? Они сейчас же мне денег накидают просто немерено. Это баг есть такой в игре? Я думаю не стоило вносить. Ладно, сейчас как-нибудь ограничу себя по деньгам. китай. Китай. я имею право и дружить и вообще все что угодно делать. О! Можно торговать с тобой. Нормально. Давай еще благовония. 9 золота в ход. Нормально. Давай заменим на дипломатические очки. Я думаю, что может еще и янтарь тогда. Отлично. У меня сейчас вообще в городах должно быть плюс семь довольства. Блин, а у него тут свои еще эти апостолы. Еще с ними будем бороться. пообращал. Может мне тоже уже апостолов вести, а не миссионеров. Почему вот он эти обращает, а не города христианские. Так, ну, я, наверное, кампус строил. Отложу сейчас на один ход, чтобы купить. вот я это построил ради жилья и довольства буквально, а не то, что мне прям много веры надо. Так, вот тут вопрос, мне интересно, в меркантилизм мне идти? Треугольная торговля прикольно. Я не думаю, что рационализм мне много даже. Мне, наверное, в меркантилизм надо в первую очередь. Так, мне надо сейчас индустриализацию отложить, потому что я сейчас могу конжу обратить и много науки получить больше, чем требуется. Ну, я против, ладно, а, я не могу против проголосовать, блин. Но это сейчас пройдет, они любят помогать и мне сейчас начнут проекты выполнять, у меня будет много денег, не знаю, как это надо как-то отрегулировать, чтобы мне не все эти деньги использовать. Видите, прошло. Хотя, вон четверо против было. Четыре голоса, а, ну, понятно, от Египта. Пока они еще не кидают мне деньги, но сейчас будет. Надо как-то считать, вот сколько у меня вход идет, наверное. Так. Да, станет преобладающий индуизм. Давайте, наверное, переключу вот так на баллистику. Опа, 70 науки получили. обратно в индустриализацию. Все хочу индустриализацию. Следующим ходом, тем более, я ее ускорю. А, блин, тут еще канди у нас сейчас. Нет, не будет преобладающей религии еще этим ходом. Может, так быстрее все-таки. Тут дорог просто нет, видите? о, вот и корпуса уже рыцари прибежали. Ну, пока ему тут нечего грабить. Вот так сделаем. Так. и вот для этого и надо выходить в кирасы и пушки. Я таким образом точно буду, несмотря на его корпуса, я буду посильнее. там вообще-то от рыцарь неприятно. Так, где я хочу форты сделать? давайте один, тут. Тут типа 15 ходов, 11 сами, но, но, я тогда науки с них не получу, правильно? Ну, ладно, давайте тогда этот, наверное, который. Кроме того, мне их надо обращать, чтобы они влияли на эти города, где 30 науки. Так, давай-ка я пока все-таки так переключу. Или нет, давайте откроем уже индустриализацию. В следующем ходе она точно откроется. обоим повышением отлично. Так, здесь я хотел вот эту клетку выкупить и кампус строить. Ну, пора уже науку кочегарить. Тем более, что у меня ваншане в фесе 6 вообще, ваншане 3, то есть универы нормально будут давать. Давайте тут шпиона. я что-то тут не решился, что мне строить, да? Наверное, все-таки резиденцию магистра на веру. Наверное, так полезу сейчас этим... О, Рим осуждает. Так, вот полезу вниз, чтобы тут посмотреть, что, блин, тут какие-то апостолы... Вообще, я не против, если апостолы немножко мне тут что-то разнесут. Опять Кат объявил войну. Так, что тут убегает? нас интересует наличие угля. Походу, его нету. Вау. да, вообще как-то без шансов с углем. таблик, почему не будет тачу так столько раз надо. О, тут это мы прошлым ходом обратили, да? Так, в Теджон я приду еще уже. Так, давайте Санджу тогда. А он, правда, апостол. так, это торгуется в Канде, что ли, пошел? Хватит тоже неплохо он себя с дорогой тут проведет. Это неплохо получилось. Так, есть маяк в Бангалоре. Наверное, сначала священное место, потом кампус. И в Бангалоре нужно купить торговца 175 следующим ходом, чтобы в Венецию отправить. в Бангалоре. В Бангалоре. В Бангалоре. остается, я их буду использовать чисто как скаутов для открытия территории. Единственная проблема, что их... А, блин, я не открыл. Такие форты не открыл, получай. Так, слушайте, ну, требушеты, требушеты надо создать для будущих бомбард. Ну, пока держу, наверное, четыре посла этих. С другой стороны, конечно, вот эти тут добить, но у меня и так много веры, я думаю. Так много веры, что я, наверное, даже буду теперь апостолов покупать, а не миссионеров. А, но у меня способность дает дополнительный заряд только миссионерам, да? Не, почему? Да, миссионеры только плюс два получают. и там зависит, конечно, от прокачек апостола, что мощнее. О, фес перекупили. Вот для этого я и держал апостолов, чтобы сейчас опять его перекупить. надо валить. Очень не хотелось бы, чтобы... Ведь убийство миссионера это не только потеря юнита, но и снижение снижения влияния индуизма и увеличение влияния православия, получается. так, это я че открыл? Хатусу еще открыл. И Бразилию встретил. И Венгрию встретил. Так, еще кого-то одного осталось. Вот с этими со всеми не надо дружить. может у него селитру лучше взять, а он селитру не продает. Селитра нужна для бомбард будет в будущем. Так, а у Бразилии что? А у Бразилии ничего вообще. Нормальненько. Так, и тоже посольство надо. Так, я реально одного только не встретил еще, да? Вавилон 55 тех, у меня 33. На 22 технологии отстают. Да, вон сандок на 10 отстает. Нифига себе. Вот это точно нифига себе. Так, какой у нас тут есть прокачка какая? Снижает на 75%. Да. еще могу сразу апостола. Вроде не должен этот рыцарь его тут завалить. Трибушет. че там пускай два три бушета. Нет, мне надо сначала сюда выйти, значит. Потому что если я выйду в бомбарды, то я только бомбарды уже смогу устроить. ну и еще я науку не получил. Подстава. я уже с религии получаю 27 науки. блин, это не требует. Это будет тоже не требовать ничего. Мне надо денежки копить. Хотя я пока подержу наверное внутри. Дождемся когда мы форт сможем строить. Форты строить не могу пока. так. Блин, что-то хочется с одной стороны хочется объявить войну Грузии, а с другой стороны меня вполне устраивает, что она разносит мои-то города она не обратит, а бонусы я начну получать. Она просто гуляет своими апостолами пока. Грузии блин апостол этот черт так требушет требушет есть в бангалор я хотел купить торговца чтобы в венецию отправить ну в ангаре видимо нам нужен сначала строитель что надо обработать селитру вырубить вот здесь лес вообще мне надо больше клеток обрабатывать у меня и счастье есть и вот этими ранеными миссионерами не очень хорошо обращать города его лучше вернуть на лечение что он меньше теперь он с меньшей силой обращает так три хода осадная тактика у нас два хода три бушеты окей скажет почему я не могу обстреливать этого рыцаря типа вот этот холм мешает но с утроенной силой в городах знаете что давайте мы этими двумя апостолами пойдем в города рима вот ареции и рим особенно такая блин я шест я думаю чуть мне там город не дал науку черт я фест не пересоюзил немножко потерялся с науки я забыл что он был обращен черт и отправляем города вавилон вижу к сожалению города корей вижу поэтому давайте в кунжо наверно сначала тут потырим денежку так в венецию друзья куда а куда делась отправить караван терян шан только проложить торговый путь было же вроде черт блин ну я бы на деньги все-таки отправлял но с другой стороны он мне в чеку это выгоднее то есть я с римом не могу торговать а с этими могу так и давайте с венграми дружбу и союз заключим а вот какой наверное военный просто вряд ли к нему смогу что-то отправлять я бы военный заключал так теперь как насчет напасть на египет а он не можем наверное и не встретил поэтому и тут в войне никак не поможет не забраться нафига я торгую этими ресами у меня плюс 7 тут когда выше 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 пяти нету смысла делать довольство что никакого дополнительного бонуса не дает так значит возвращаемся лечиться тут тоже дорога есть я встал на дорогу чтобы потом быстрее бегать блин я куча мне нужно куча работников давайте здесь строители ну строителями куча строителей нужно так а какие вообще еще раз нам доступные караваны я могу торговать с инком вот 12 из бангалора ну вообще вон к инку в куска в кахомарку в принципе неплохо давайте купим слушайте а великого торговца я никак разве там не получаю у меня 16 ходов может отложить пока меркантилизм давайте просвещение открывать ну жалко у меня очень мало культуры поэтому мне очень жалко открывать полностью то что я могу ускорить железо не наверное не буду хотя я не очень понимаю на что мне свое железо тратить с другой стороны а ну вот видите мне тут накидывают деньги ну вот 105 это моё вход этом это мой доход вход а вот то что вы блин надо просто считать вот сейчас вот все увеличилось увеличилось вы видели было 500 короче я не могу сейчас больше 500 тратить вот как то так стоим все равно не должен по идее сильно убивать тут прикол в том что и мне не особо имеет смысл с ним драться с ним убирать его религию так прискакал парень я тут постою еще уже можно наверное потихоньку перебрасывать так осадную тактику откладываем открываем литье ну чё тут апу да через ход отвалится еще строители уж конечно стоило на плюс два на плюс два поставить ну ладно тяжеловато тяжеловато встаем так прилично это я даже не хочу технологическое дерево открывать смотреть как далеко находится корея и вавилон ну и Да, кстати, миссионеров, я думаю, что мне уже достаточно. Тут мне больше апостолы нужны. Причем, возможно, уже вот этого апостола можно сюда будет отправлять. До сих пор ни одного чуда не найдено. Ватикан. Слушайте, Ватикан было бы, конечно, круто союзить, потому что он плюс 100%. А, при активации великого человека 400... Ну, нет, я перепутал, значит, с Иерусалимом. Там, где города со священным местом влияют как священный город. А совершенно случайно углем никто не хочет торгануть? Вообще, я пока уголь не нужен. Вот с селитрой. Хотя у меня там сейчас появится... Ладно, давайте 25, наверное, я сейчас смогу там обработать одну свою селитру. Хотя вообще железо надо? Я бы железо на селитру бы поменял. О. Офигеть. А что ты ему... У него нету железа, так он настолько готов... Так, подождите, так, может, больше селитры? Отлично. То я хорошо к китайцу зашел, надо его запомнить. Мне селитра для апгрейд в бомбарды требушетов потребуется. Кайф. Еще корея города ставит, господи. Это, конечно, трындец. Так, а вот тут сейчас надо будет отойти, видимо. О. Появился... Ну, кстати, зато ислам убрали. Хорошо, что там православие дает? Давайте глянем. Светилище и храмы? Оно реально будет работать, интересно? Еще и апу. И ушла сразу. Так, ну вот тут у меня нет... Есть. И что, накорми мир работает? Нет. Хорошо, что работает тогда? Не знаю, короче, как эта способность Индии работает, вообще не понимаю. Свалим отсюда. И строим форты. Ну, мне тут где-то сверху накидали... Тысячу... 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 Нет, уже 500... Ну, короче, я где-то в районе... Шестиста или семиста лично моих денег. Все остальное это мне накидали вот эти все ребята. Что надо, исходя из этого, и контролировать расходы. А то слишком легко будет, если я сейчас буду вот эти все деньги использовать. Блин, не знаю, я, по-моему, торговца все-таки не получу. Причем уже забрали предыдущего. Ну, дополнительное лечение юнитом. Ну, кстати, давайте возьмем капеллана в Дели. Так, я, по идее, через три хода открою. Мне, наверное, все-таки меркантилизм надо открывать за три хода своим ходом, чтобы карточку на апгрейд юнитов поставить. Ну, стоим, ждем апгрейда. Так, а это у нас все в Рим отправляется. Тут с моря, я думаю, мы не встретим грузинских... ...апостолов. Не будут они там нам мешаться. Не будет там. Какой? не ну корею должны обратить мы уже 30 но вижу четверть 1 5 науки и позже четверто четверть науки с религии идет там где-то песцы в монастырях выдают всякие умные штуки так требушет здесь сделали может еще на этих строителей не тут наверно дамбу уже надо и на 5 нет дожди тут должна быть же тут по моему должна дамба ну фу ты блин я уже испугался значит дамба не ставится только случае если только одной вот одной стороной река если двумя то есть вот две стороны тогда ставится дамба есть строитель ну наверное все таки священное место сначала тем более тут очень жилья не хватает потом уже два кампуса но все-таки ромашками тут нормальная будет в итоге это задание нга с гаргаму выполнил вот в хатусу выжженная земля тьму две пушки это выполню кстати так лечимся не буду каравеллы делать нафиг надо но апгрейд юнитов видимо и нападение уже на египет все вот это вот следующей серии долгая подготовка но египет должен быть уничтожен я так его обогнал по науке убили мне там миссионера здесь не страшно этот апостол ведь тут у него уже много раненых апостолов тут я думаю я обращу ян саны и пускай моих миссионеров как не трогать на даже повторю это все в следующей серии спасибо что смотрите играйте в умные игры всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео